За что Роза Сибитова хотела избить участницу программы «Давай поженимся»? Не надо вам было с Юрасиком-то! Если бы я знала, Роза! Почему сорвался её брак с бизнесменом из Сибири? Ну что там с отдыхом? Какой отдых? Розочка? Я не помню такого. Помогают ли советы одинокой свахи? Семья, она должна быть вместе, объединяться. Это моё родовое гнездо. Слушай, у меня была точно такая же реакция, когда я приобрела этот участок, пришла и посмотрела, думаю, ужас-ужас! Ну что же я буду со всей этой историей делать? Розе Сибитовой к трудностям не привыкать. Жизнь закалила её давно. Тяжёлое детство, смерть первого мужа, необходимость в одиночку в 90-е годы расти двоих детей. Все эти проблемы могли довести до отчаяния кого угодно. Но Сибитова победила, стала звездой. Ради телевидения она может сломать ногу, но сломить её волю намного труднее. Дело своей жизни Сибитова нашла в конце 90-х. Стала психологом и специалистом по женскому счастью. 33 – это для тебя 33 детеродная. Для меня детеродная – это 24 детеродная. Она ведёт программы, пишет книги и на собственном примере учит российских женщин повышать самооценку. Так, аккуратно, аккуратно. Ничего, ничего. В общем, идея какая была? Построить родовое гнездо. Я старюсь, внуки скоро будут. В это я… Внуки верю, а что старишься? Нет, ну, нет, это же надо на будущее, пока у меня сейчас силы-то есть. Знаешь, надо всё строить. Не хотелось бы долгостроим. Ты скажи, пожалуйста, чем мы-то тебе можем помочь? Я знаю, что ты всё сама-сама. Значит, чего мне надо? Значит, беседочка должна быть просторненькая. Ну, человек на 10, чтобы, собственно говоря, чтобы опять… Чтобы 10 человек могли собраться там поесть, чтобы не 10 человек там ночевали. Нет, чтобы там уютненько было, чтобы не холодно было, всё-таки зима как-никак. А ещё бы хотелось бы, ну, мужчины как, чтобы они привечать-то, да? Чтобы они так шашлык-машлык, они же на это, в общем-то, это. Ну, чтобы стол хороший был, длинный. Я люблю всякие татарские блюда делать, как говорится, угощать это, чтобы полежать можно было. Знаешь, человек отвалился от стола и был где прилечь. Если у нас, значит, гостевой, тут у меня будет большой мой дом. Беседка должна быть где-то посередине, чтобы, если что, прямо отсюда и отсюда можно было на одинаковом расстоянии. Хорошо, я поняла. И с коммуникацией на тебя, конечно, ничего. Ну, подожди, у меня сейчас как раз друзья мне воду проводят. Сделаем, я думаю, сделаем. Так, аккуратненько, аккуратненько, у нас, видишь, дверка, смотри, не упадет. Да, вот нас, наш охранник встречает, теречка наша. Ну, вот видишь, это пока тоже ничего, вот тут у нас ванночка будет, да-да-да. Все очень красивенько так мы сделаем это. Цептик стоит, цептик. Ну, а что делать, да, ну, хорошо, сейчас есть. Это лесенка. Лесенка, это нашу спаленку, прям втроем мы там спим, у нас большая кровать, да, и надувной матрас, если что, да. Ну, а тут у нас такая небольшая... Чего хорошая дома. Да. Ну, вот видишь, кухонку я, то еще диванчик будет, красивые шторки сюда, в общем-то. Поняла. Итак, сегодня мы будем строить беседку на даче Розы Сибитовой. Дача находится недалеко от подмосковного Ногинска, в 40 километрах от столицы. Роза Сибитова – гостеприимный человек. Она любит готовить, так что в беседке будут собираться большие компании. Отправляемся в архитектурное бюро, чтобы обсудить проект. Я смотрю, что этот план уже интерьерный, да? Да, да. Зонирование. Хочется сделать и гостиную часть с камином, и столовую часть, и кухонный уголок. У нас это типа эркера выдается вперед. Да, да. Остекление обширное. И здесь хорошо встает стол. Да. Это красиво. И обожор. Кухонный уголок, диванная мягкая зона с камином. Хорошо. Теперь из чего у нас сделаны вот это вот, все вот эти стойки, кухня? Все, что связано с кухонным отсеком, с кухонной частью, это будет у нас как раз барная стойка. Она будет просто отгораживать ту зону, грязную зону, будем говорить так, когда хозяйка что-то делает на кухне, а гости сидят у нее. А люди сидят у камина, они видят на этом уровне, им не видно. Они не видят, они видят только хозяйка. Хорошо. То есть у грязной посуды ничего не видят, видно. И второй вариант, у этой барной стойки, к тому же, будут внутренние шкафы, которые могут использоваться по назначению хозяйкой. С той стороны эксплуатации. Да. Ну, я вот вижу их здесь на плане, то есть с точностью вот получается, да. И она получается у нас двухэтажная. Первый этаж выше, и второй этаж через 15 сантиметров, это рабочая зона подняется. Я думаю, что это будет очень функционально, и как раз для хозяйки это будет удобно. У нас предложения созрели, судя по дизайну, вот такого плана. С чего, кстати, вообще сделаны эти фасады? МДФ. МДФ, это хорошее. МДФ с патиной, да. Черный с серебром. А скажите мне, пожалуйста, что за плиточкой у вас там лежит, где-то оно у нас по плану? Это будет столешница. Ага. Так как это на природе, все-таки бы хотелось приблизиться. Это красиво. Варианты, наверное, могут быть только вот такие между этими. Я бы вот к этому склонилась. Все-таки единодушные. Ближе к серебру. Значит, мы выбираем вот этот окрас, вот этот камень для столешницы, и пусть розочка будет счастлива. Это обязательно должна быть очень просторная терраса, там должно быть много солнца. Она сама очень яркая и одевается ярко, поэтому я не побоялась бы каких-то ярких пледов. Может быть, даже вот я очень люблю ковры, я не знаю, как она к этому относится, но как татарка, я кажется, что ей тоже должны нравиться ковры. Вот ковры, красивые пледы, много комфортабельной, мягкой мебели и много солнца. Мы начинаем работы. Завозим песок, арматуру и гравий для фундамента. Решено создать неглубокую монолитную железобетонную плиту. Такое основание называют плавающим, поскольку оно принимает на себя возможные подвижки грунта, сохраняя стабильность конструкции дома. На песчаную подушку толщиной 200 миллиметров устанавливаем деревянную опалубку и монтируем арматурный каркас. Заливаем бетонную смесь. А Наташа Барье тем временем отправляется на поиски новых идей. В 70 километрах от Москвы, на берегу Клязьмы, находится старинный город Павловский посад. Вот уже больше 200 лет его название связано с одним из самых известных русских народных промыслов. Об этом искусстве нам расскажет главный художник платочной мануфактуры, член-корреспондент Российской Академии Художеств Виктор Зубрицкий. Здравствуйте, Виктор Иванович. Добрый день. Я за скатерцами. Я знаю, что Павлов посадская мануфактура делает не только шали и платки, но еще красивые набивные скатерти. А нам совершенно необходима одна в интерьер. Покажете? Конечно. Пойдемте. С удовольствием. Спасибо. В Павловском посаде выпускают около 800 видов шалей и платков, а также скатерти. Все они из натуральных волокон. Работа начинается с рисунка – крока. Его выполняют в нескольких цветовых вариантах. Рисунок наносится на ткань, затем ткань сушится, дозревает в специальных камерах, промывается и проходит контроль качества. Это одна из заключительных операций, когда проходит браковка изделия. Нет ли каких-то засечек, ткацких браков. Это хорошая работа, такая жизнерадостная, вот апельсины, очень жизнеутверждающая. Понятно. И только после этого можно будет резать, подрубать. Просто. Но главное, что уже напечатано. И снимать громко. Вячеслав Геннадьевич, я вообще-то приехала за скатертью, но не могу ничего выбрать, вообще глаза разбегаются от этой красоты. Мы делаем разные вещи, платки разных размеров и на разных материалях – шелковые, шестяные и хлопковые. И для детей, и мужской ассортимент – шестяные и кашне, шелковые, в том числе и отдельно делаем скатерти. И часто сюжеты перекликаются. Бывает, у художника рождается идея, рисунок для платка он создает, а потом у него это может трансформироваться в специальный рисунок, сделанный именно на скатерть. У вас все рисунки новые или все-таки восстанавливаются старые, еще за прошлого века? Делается и то, и другое. Потому что и старые рисунки восстанавливаются, и долго живут, и художник, естественно, создает новый сюжет, чтобы появлялись новые рисунки для платков и радовались наши женщины. Вот этот платок, создан художницей Лерой Фадеевой, называется «Мороз и солнце». Можно я посмотрю? Посмотрите. А знаете, раньше как под Павлово-Пасадский платок просто селили на стол, как скатерть. Вот красота-то. Была бы у вас такая сходная коллекция, вот это было бы здорово для нашего интерьера. А у нас есть такие изделия. Ой, замечательно. Давайте посмотрим. Кому? Да. Так это вообще как будто из одной коллекции. Очень хорошо. Вот это одна коллекция. Давайте вот это вот остановимся, выберем именно такой комплект для нашего интерьера. Чудесно. Прям все в доме будет Павлова-Пасадская, скатерть и шаль на плечах. Ну, отлично. Далее в идеальном ремонте. Вот она, тяжела жизнь артиста. Троцобитова бесспорно сильная женщина. Я с вами, милая. И, конечно, первое впечатление от нее – это был ураган. Сегодня мы приехали на дачу к Розе Сибитовой. Главная сваха страны попросила нас помочь со строительством беседки. Мы уже сделали фундамент на основе монолитной железобетонной плиты. А дизайнер Елена Захарова тем временем превратила беседку в настоящий павильон. Друзья мои, я помню, что Роза Сибитова просила беседку. А это прямо домик. Домик, домик и окна чуть ли не в пол. Я считаю, что большое количество окон – это всегда, ну, как бы, приветствуется. Я не против. Только возникают вопросы. А. Система отопления. Б. Как работают эти окна? Система отопления. Во-первых, у нас будет камин с обогревом. Это обязательно. И теплый плинтус. Так что же у нас с окнами? Что это за окна такие, которые нам, как я надеюсь, позволят сохранить тепло в доме? Мы пользуем новинку – это мультифункциональный стеклопакет. Юля, я все-таки хочу спросить, а вот как это работает? Стекло, которое применяется в данном случае, оно имеет на своей поверхности два типа пленки. Очень тонкая, глазами практически незаметная. И вот одна из этих пленок работает на то, чтобы отражать ультрафиолет наружу, а вторая для того, чтобы инфракрасный спектр отражать внутрь помещения. В этапе лучше ориентироваться на гамму коричневато-зеленовато-золотистую, охристую, терракотовую. Но цвета не должны быть яркими или кричащими. Лучше, чтобы они были спокойными. Ну и вокруг этого строения для полной гармонии можно посадить, например, небольшие плотные кустарники с плотной кроной, я имею в виду, или небольшие деревья красивые. Я надеюсь, что ей очень понравится. По периметру будущих стен мы выкладываем цокольную ленту из пескоцементных блоков. Размер блоков 400 на 200 миллиметров. Цокольная лента немного поднимет лесенку, чтобы снежный покров не доходил до уровня стен. Цоколь оставляем отверстие для вентиляции подпола. Далее настилаем гидроизоляцию. Это два слоя рубероида. Затем кладем монтажную доску и фиксируем ее к цоколю анкерами. Обратите внимание, что монолитная плита фундамента вынесена за пределы стен примерно на метр. Эта часть плиты служит отмосткой. Ну, а Роза Сибитова согласилась показать нам свое рабочее место. Гримерную и съемочную площадку ток-шоу про любовь. Так, ну что, вот моя гримерка. Плачки на первые программы. Их сегодня будет несколько. Ну что ж, мне пора переодеваться. Сереженька Шнуров ждет меня. И Сапико Шварнадзе тоже. Нет, Роза Сибитова бесспорно сильная женщина. И мне кажется, что она служит неким даже сейчас примером и моделью поведения. И это классно. Вот она, тяжела жизнь артиста. После травмы, конечно, таких ходульм. Сынок, иди сюда, давай. Давай, что ты там одеваешься. Сынок, я сразу метусь. Мне кажется, что Роза совершенно гениальное приобретение для этой программы, потому что она очень талантливая модератор. И главное, что у нее есть свои собственные истории на любые случаи жизни. Вот любые. Вы назовите, у нее обязательно найдется в сундучке своя такая же история. Поэтому во всех смыслах она нам очень помогает. Мы с Сережей ее обожаем. Я с вами, милые. Все будет прекрасно. Все будет, перестань, перестань. Все хорошо, все хорошо. Я сразу начинаю кричать, да, на него. Вот прям зашла, увидела и в крик бросилась. Нет. Лисанчик, ты хорошая мать, но ты неопытная. Вот если бы у тебя еще дочка была бы, уж поверь мне, я тоже не знала и не умела, как воспитывать сына. Доверься, пусть папа воспитывает. Мужчина воспитывает мужчину. Вот поверь мне. Роза обладает невероятной такой способностью. Она конкретизирует проблемы. Если многие дамочки витают в каких-то облаках, то роза обычно говорит по существу. Этим она мне, конечно, импонирует. А мы приступаем к монтажу стены крыши. Их несущей основой служит каркас, выполненный из первосортной древесины. Все элементы обработаны специальными составами огнебиозащиты. Монтируем стропильную систему и кладем обрешетку. С внешней стороны обшиваем каркас влагостойкими, ориентированно стружечными плитами. Они придают конструкции дополнительную жесткость. Делаем гидроизоляцию. А Роза Сибитова снова на съемках. Теперь уже на программе «Давай поженимся». Ну, если говорить именно о Розе, то, конечно, первое впечатление от нее – это был ураган. Просто такой рожеволосый, яркий, громкоголосый ураган. И в гримерке, которую мы поначалу делили на двоих, ну, она, конечно, ее было слышно и видно с первого момента твоего входа в эту гримерку. Эта программа принесла Розе Сибитовой не только известность, но и второго мужа. Красавец Юрий Андреев пришел сюда в качестве жениха. Он младше Розы на 10 лет, но между ними сразу вспыхнула любовь. У Юрия развито чувство, вообще это достаточно редкое явление, к сожалению, чувство справедливости. Но он еще и творческая личность. То есть он чувствует красоту. Юрий у нас настоящий телец. Тельцы очень настойчивы в достижении своих целей. К сожалению, красивая сказка быстро закончилась. Вскоре вся страна узнала, что Юрий бьет Сибитову. И жить с ним она больше не может. Развод дался Розе непросто. И на одной из программ она вышла из себя, узнав, что в качестве героини пришла бывшая любовница Андреева. Роза, кто тебя так испортил? Кто тебя так научил ломаться? Вот так как-то ужасно просто. Ларис, ты хочешь, чтобы я показала истинное свое чувство? Потому что это мне сейчас помогает. Я бы ее вот сейчас, эту невесту бы, просто славой придушила бы. Но мне моя интеллигентность мешает. А вот я тебе вот... Отношения с водолеем всегда неровные. Но женщины-водолеяхи прекрасны. Просто потому, что они больше свободны от всяких условностей, чем другие люди. Они не боятся пробовать новое, и Роза именно такова. Я очень уважаю ее за готовность что-то предпринимать, что-то исследовать, быть необычной и не бояться этого. Многие считают, что одинокая сваха не имеет права давать советы. Однако Роза Сибитова хороший психолог и умная женщина. Так что до сих пор может составить конкуренцию молодым участницам программы. На Розу часто обращают внимание герою программы «Давай поженимся». Не стал исключением и молодой бизнесмен из Сибири Андрей Суворов. У нас, как говорится, Розалия красавица, умница. А что, не все тебе уродов каких-то искать? Не хотите тебе отужинать? Отужинать? Роза, соглашайся. Роза, соглашайся. Вы должны немножко поломаться вообще-то. Не должны. Потом он в Сибирь уехал, звонит и говорит, ну все, у нас свадьба скоро. Говорит, никакой свадьбы речи не может быть. В общем, он там обиделся, положил трубку. А они как раз перед Новым годом хотели как бы вместе в Сибирь поехать, ну отдохнуть. В общем, где-то за неделю звонит, но все равно надо как-то Новый год так праздновать. Ну что там с отдыхом? Говорит, какой вот дух? Розочка. Я не помню такого не было ничего. В общем, короче, обиделся. Обидели парня. Ну и так в итоге мы в Дубае сели вместо Сибири отдохнуть. Очередные выпуски программы «Давай поженимся» уже отсняты, но Роза Сибитова домой не торопится. Сегодня, 3 декабря, она примет участие в шоу «Кто хочет стать миллионером». А можно, Стас, не сгораем из суммы? У нас будет полтора миллиона. Сможет ли Роза Сибитова выиграть 3 миллиона рублей? Узнаем сегодня на Первом канале. А мы уже начинаем делать крышу. Кладем пароизоляцию и плиты минеральной ватой толщиной 200 миллиметров. Затем очередь гидроветрозащитной мембраны и влагостойких стружечных плит. В качестве кровельного покрытия мы выбрали трехслойную гибкую черепицу. Ее можно укладывать на любые поверхности, в том числе и те, что имеют множество изгибов. Верхний слой черепицы – гранулы натурального базальта. Они обеспечивают надежную защиту от любых климатических воздействий и препятствуют лавинообразному сходу снега. Гибкая кровля выполнена и кладется по уникальной технологии. Получается до шести слоев гидроизоляции. Трехмерный цвет создается за счет разных оттенков гранул базальта, а объем – за счет уникальной формы нарезки. Далее в идеальном ремонте. Для меня Роза Сибитова – это в идеальном случае следующий президент Российской Федерации. Моя мама здесь ничего не решает. Здесь все решаю я. Сегодня мы делаем ремонт на даче Розы Сибитовой. Она попросила нас построить беседку. Пока идут работы, Наташа Барбье отправилась в Павловский посад и узнала, как делают уникальные скатерти. А Роза Сибитова показала нам, как снимаются программы «Давай поженимся» и «Пролюбовь». Мы устанавливаем энергосберегающие пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами. Оригинальный внешний вид им придает декоративная раскладка. Такие встроенные золотистые решетки называются шпросы. Они бывают различными по ширине и по цвету. Окна с раскладкой выглядят очень изысканно. Что касается функции энергосбережения, то она достигается за счет особого покрытия, которое отражает излучение. Тепло возвращается в комнату, а летом не проникает в дом. Поэтому зимой с такими окнами тепло, а летом прохладно. Энергии Розы Сибитовой хватает и на общественную деятельность. Она даже придумала и организовала новый праздник, на котором знакомятся люди. Роза уверена, что скоро его будут отмечать по всей стране. Не только все мерится деньгами, не все мерится известностью. Есть еще такие вещи, как семья, дом, дети, внуки. Поэтому создание в России такого дня знакомств, найди свою судьбу, Мне кажется, это очень правильная тема. Ну и, как любой праздник, мы решили его не только фундаментально закрепить. Необходимо дать некую символику. Конечно, гимн. Сегодня мы будем репетировать. Так, мелодия такая, значит. С тех самых пор, как люди появились, И рыцари простые, и князья. А можно мне вот сюда? Роза, есть еще один? Нет, нет. Это самое. Найди свою судьбу на краешке вселенной И сердце для любви Открой в логер слове Дорогие друзья, ваши аплодисменты, Новый круг Роза! Спасибо, здорово! Ура! Хорошо. Роза Сибитова не скрывает свой возраст. Ей 54 года. Она честно рассказывает и о том, что делала пластическую операцию, увеличила грудь. Сибитову удалось похудеть почти на 20 килограммов. В том числе и благодаря активным занятиям фитнесом. День был сложный, съемки, встречи, репетиции. Люблю одиночество. Я не знаю, когда люди говорят о том, что даже ищут мужчин для того, чтобы скрасить одиночество. Мне оно нравится. Я кайфую от себя, я отдыхаю. Вечером с большим удовольствием приезжаю сюда, где можно просто отдохнуть, где нет людей. Люблю воду. Мы приступаем к наружной отделке. Фасад обшивается фальшбрусом, предварительно окрашенным на производстве. Для покраски мы выбрали защитно-декоративный состав английского производства. Такая краска отлично защищает фасад от всех атмосферных воздействий. Стены не потребуют обновления в течение 10 лет. У Розы Сибитовой двое детей – сын и дочь. Они уже взрослые, но постоянно встречаются с мамой. Осенью вся семья выбирается по грибам. С момента рождения моих детей, я же понимала, что их надо объединять и создавать традиции. Я придумала такой родительский день. Раньше, ну, все равно с детьми гуляешь, ходишь в зоопарк и так далее. Но я у них формировала привычку собираться. Поэтому этот родительский день у нас очень хорошо прижился. И раз в две недели мы обязательно на выходные встречаемся, обсуждаем, что у них произошло. Все живут отдельно уже. Ну и, соответственно, рассказываем, что происходит. Я даю советы. Более того, я, конечно, наслаждаюсь общением. Это должно быть семья, она должна быть вместе, объединяться. Ну и, соответственно, это здорово у нас и получается. Для меня Роза Сибитова – это в идеальном случае следующий президент Российской Федерации. Я не шучу, я правда говорю. Я считаю, что Роза вот со своим стержнем, со своими ценностями и вообще каким-то действительно постоянным желанием бороться, бороться за лучшее, за лучший мир. И, главное, за своих детей, за свой род. Олицепляет все то, все утерянные ценности, за которые мы боремся сегодня в нашем стране. Моя мама здесь ничего не решает. Здесь все решаю я. Вы думаете, она решила строить дом? Я решил строить дом. Никто тут ничего не решает без меня. Ну, мужчина всегда решает. Это правильно. Раньше маленький был, она все решала. Вырос, все, кончилось. С выбором жены мама советует. Должна быть хозяйственная, детей много, внуков вот хочет, вот надо, чтобы детей, да, чтобы молодая. Вот это важно, да. То есть, да, но сам будет. А на даче кипит работа. Мы устанавливаем лаги пола. Они опираются на монтажную доску и фиксируются к ней и стенам. Утепляем всю конструкцию. Для этого используем плиты из минеральной ваты базальтовых пород толщиной 150 мм. Затем кладется пароизоляционная пленка и поверх нее доска. Между стойками каркаса мы также кладем утеплитель. В качестве чистового пола мы выбрали террасную доску из лиственницы. Она обработана открытым огнем. Смолы запеклись, и доска стала практически неуязвимой. После обработки зола была убрана щетками. Так проявилась красивая фактура дерева. Наконец, доски были покрыты воском. Такая технология называется «Сантан» — солнечный загар. Она известна очень давно, но в последние годы стала особенно популярной. Стены обшиваем фальшбрусом. Он покрыт английской акриловой краской. Она на водной основе, не пахнет и быстро сохнет. Краска очень эластичная, плотная. Стены можно будет протирать влажной тряпкой. Городская квартира Розы Сибитовой находится на окраине Москвы, в обычном спальном районе. Дом довольно скромный, особенно для телезвезды. Наташа в борьбе решила посмотреть, как живет Роза Сибитова. Ну вот так. Это моя гостиная. Одна из комнат — это бывшая спальня дочери Розы Сибитовой Ксении. Она уже живет отдельно, но Роза спальню не переделывает, потому что дочь часто приезжает в гости. Комната самой Розы оформлена в другом стиле. Это моя маленькая спаленка. Какая прекрасная фотография. Роза круто, ну круто просто. Да, да. Во-первых, она влияет на то, чтобы держать себя в форме. Ну и очень хорошо вписывается, как хорошее напоминание о том, каким мы женщины. Знаешь, вот здесь такое выражение «не бывает некрасивых женщин». Есть только женщины, которые не знают, насколько они красивы. На даче Розы Сибитовой мы начинаем монтаж теплого принтуса. Это уникальная отечественная разработка. Делают его в Санкт-Петербурге. Он имеет малые размеры, поэтому идеально подходит для панорамных окон. Клинтус равномерно распределяет тепло, прогревая стены. И уже стены начинают излучать тепло, как печка. Влажность при этом всегда выше 50%. Воздух остается свежим и чистым. На окнах не образуется конденсат. На отмостку, ступени и крыльцо мы кладем террасную доску из древесно-полимерного композита. Его еще называют «жидкое дерево». На вид он неотличим от дерева настоящего. Работы по строительству беседки завершены. Пора подвести итоги. В качестве фундамента была выполнена монолитная плита, которая подходит практически для всех категорий грунтов. Мы подняли цоколь на определенную высоту, чтобы защитить строение от воздействия внешних факторов. То есть это снег, это дождь. Каркасные стены надежно утеплены под круглогодичным пребыванием. В качестве кровли был выбран вариант с мягкой кровлей. Ну и, соответственно, обрамление крыши заканчивает в досточной системе выхра. Таким образом мы закончили строительные работы и можем приступать к ландшафтным работам. Для ландшафтных работ мы пригласили звездного дизайнера Илью Васецкого. Он участвовал во многих наших проектах. И каждый раз ему удавалось преобразить участок за считанные часы. Работы начинаются с укладки рулонного газона. Стелить его можно до поздней осени. Я считаю, что это достаточно качественный павильон. Мы от него намерены постелить рулонный газон и посадить некоторое количество растений. Большие деревья, сосны, обыкновенные гели, обыкновенные туи, шаровидные, колонавидные. И разместить их частично в клумбах. В некоторых местах мы сажаем их возле клумб, некоторые растения. И деревья сажаем по торцам нашего павильона. В самом доме тоже идут работы. Устанавливаем мебель. Фасады этой кухни из МДР. Сверху они покрыты высококачественной пленкой. Цвет черный ясень. Фасады с фрезеровкой и серебряной патиной. Создан эффект состаренной древесины. Подоконники и столешница из искусственного камня. Он устойчив к ударам и царапинам. Во много раз прочнее и долговечнее обыкновенного пластика. И не такой капризный, как натуральный камень. Устанавливаем мойку и кран. Главным украшением беседки станет камин. Он электрический российского производства. Встроенный очаг разработан по запатентованной технологии. Это современная трехмерная имитация пламени с эффектом затухания. Мы приступаем к декорированию. Мы поставили раздвижные диваны с надежным механизмом трансформации. Производитель предлагает для них различные виды подлокотников. Центральная часть этих панно сделана из жаккардовой ткани на хлопковой основе. По краю обтачка из стопроцентного кашемира. В этом проекте мы использовали много текстиля. Тюль ванильного цвета из натурального льна. Ткань итальянская. Она гипоаллергенна. Очень быстро сохнет. И красиво драпируется. Шторы из светло-серой ткани с бархатными вставками. Лаконичные римские шторы на 82% состоят изо льна. Вставки из натурального бархата салатового цвета. Бра с хрустальными подвесками. Люстра с текстильными плафонами в стиле арнуго и арматуры цвета античного золота. Еще один подвесной светильник с ретро-лампой в стиле лоб. Стол изготовлен из массива дуба. Он раздвижной, с немецким механизмом трансформации. Особым украшением является декоративная резьба. Зеркало дизайнерское. Сделано на производстве архитектора Ильи Левшицкого. Оно из старого высушенного дерева. Обработано экологически чистым колерованным маслом. Подсвечники керамические, глазурованные, с эффектом кракелюра. Архитеи искусственные, но даже на ощупь они кажутся живыми. Стули дубовые, обиты вельветом. Для этого интерьера мы также приготовили льняные салфетки и роскошную шаль из павловского посада. Далее в идеальном ремонте. Здесь можно вполне сделать кастобэй. Я в том возрасте, когда хочется жить по-королевски. Раз камин, включи. Раз утеплитель. Сегодня мы делаем ремонт на даче Розы Сибитовой. Мы построили на участке теплую беседку с камином, панорамными окнами и панно из Кашемира. На участке появился новый газон и хвойники. А сама Роза Сибитова показала нам, как она работает и отдыхает. Работы на участке закончены. При сооружении этого мангала мы учли пожелания астролога Василисы Володиной. Астрологическим знаком этой дачи станет телец. Мы приобрели также два комплекта японской посуды из нержавеющей стали с очень интересным рисунком. Один в зоне барбекю, второй в кухонной зоне. В общем, все готово для шашлыков и стол в доме уже накрыт. Столовая посуда выполнена из инновационного материала Zenix. Внешне он неотличим от фарфора, но по прочности превосходит его в несколько раз. Бокалы сделаны из ультрапрозрачного стекла. Они классической формы, украшены алмазной насечкой, благодаря которой создается изысканная игра света на бесчисленных гранях. Подушки из стопроцентного Кашемира. Внутри синтетический современный наполнитель, который не мнется и не сбивается. Ремонт завершен. Роза, заходи! Вау, прелик! Ты посмотри, какая прелесть! Вот это да! Проходи. Наташа, ты можешь собачку выпускать. Слушай, чисто. Ой, как и привет, мой хороший привет, дорогая. Слушай, ну у меня нет слов вообще просто. Слушай, да я даже не могла представить, что вообще такое возможно. Возможно, да. Наш замечательный ландшафтный дизайнер Илья Васильевский тебе вокруг этого павильона сделал уже, собственно, ландшафт. А теперь домик. Смысл его в том, что там гостиная и столовая, а очаг, вот он. Очаг – это сердце дома. Здесь можно вполне сделать кастобэй. Это такие блинчики. Я сейчас вообще прямо... Татарские? Татарские, да. Смотри, там внизу могут храниться дрова, уголь, все, на чем тебе он будет готовить. Справа от очага у тебя стоит прекрасная японская посуда, из нержавеющей стали. И посуду у тебя теперь полный комплект на самые разные виды. Здравствуйте! Денисин! Ой, ты мой хороший, мой мой. Неожиданно. Ну смотри, какая вообще красота, вообще просто, просто я вообще... Да, видишь, ты и Террика тоже радуется. Готова показать сам дом, в котором готовки будет значительно меньше, но зато приема гостей, радости и веселья, надеюсь, значительно больше. Пошли. Ой, как я рада, что ты успел вообще с этими пробками. Террика, давай, ты у нас первый. У нас Васи сейчас нет, давай, значит, ты первый сейчас это. Ну, вперед. Ну что же, прошу. Давай, ты первый. Молодец, ура! Ты быстро кота будешь. Так, ты чувствуешь, что тепло? Ой, да, вообще. Я предлагаю раздеться. Давай, сынок, свою тюнинг. Представляешь? Я обалдею. Ну что же, давайте я вам буду рассказывать. Этот домик сделан одной из крупных строительных компаний. Единственное, что мы добавили, знаешь, такой тюнинг. Мы взяли английские краски и прямо на заводе, где делают все конструкции для этого дома, покрасили в этот красивый такой мягкий белый цвет, чтобы он весь внутри был светлый. Я говорю, вы прямо читаете мысли, честное слово. Я даже вообще не ожидала. Диваны сделаны на фабрике в Ногинске. Они очень славные, с таким прекрасным велюром травянистого цвета. Вообще можно разложить, как книжку. У тебя два спальных места. Каждая секция отодвигается отдельно. Ты можешь сделать четыре больших кресла, если хочешь. А хочешь, два дивана, как мы сделали. Камин. Тоже сделан у нас. Имеет все необходимые функции для электрического камина. Он работает и на обогрев, и даже если залив воды туда в специальную емкость, то он будет увлажнять воздух. Летом, например, мало ли что. Этот домик или этот дачный павильон, он может отапливаться и не только камином. У тебя по периметру всего помещения идет теплый плинтус конвекторный, который обогревает все. Роза, дорогая, помимо того, что ты прекрасна, теперь у тебя еще есть великолепная терраса. Красивая, которую можно проводить романтичные вечера, не думая о каких-то судьбах, а подумать о себе, о прекрасной и насладиться в таком природном эксцессе. Не побоюсь этого слова. Поздравляю. И к тому же вот эти окна, которые сделаны с немецкой фурнитурой, но тоже сделаны у нас здесь в России, очень хорошего качества, специфические стекла, профиль очень хороший. Они будут, знаешь, как летом создавать прохладу, они будут отталкивать солнечные лучи. Зимой, наоборот, забирать их, и здесь будет теплее. Сейчас такие все умные технологии. Очень нравится, особенно то, что очень хорошо выверено пространство. То есть вроде все так компактненько, но есть всегда пройти, не надо нигде протискиваться. Дубовая мебель в таком классическом стиле. И опять же все цвета подогнаны и подобраны так, чтобы соответствовать и кухне, и камину. Потрясающе вообще очень, мне прям все очень нравится. Вы оба обратили внимание на пол. Мы еще таких полов не делали. Лиственница, которую специально обжигали, потом жесткой щеткой счищали часть того, что вот сгорело, потом ее пропитывали воском. И вот таким образом образуется очень красивый, прекрасный пол. И можешь всем говорить, что вот ни у кого нет обожженных полов, а у меня есть обожженный пол. Обожженный пол, да. Ну что же, на кухню. Прошу. Будьте счастливы с вашей семьей в новом интерьере. Новое – это всегда открытое окно в будущем. Эта кухня сделана, кстати, тоже в Ногинске на фабрике из МДФ с красивым эффектом старения и посеребрения. Искусственный камень-столешница. Здесь тоже инсталлированная сюда же, собственно, столешница и образует вот эту вот раковину. Да, здесь твои запасы посуды от наших французских партнеров. Ой, какая прелесть. Вы волшебники. Ну, у меня вот нет слов просто-напросто передать. То, что профессионалы, то, что вы сделали за такой короткий срок, то, что продумана каждая часть, все удобно, все красиво. И я представляю, как, ну, надеюсь, может быть, в ближайшем будущем здесь будут уже и мои внуки. Я вам желаю, чтобы ваши поиски, чтобы они всегда были успешными, результативными, чтобы мы вас чаще видели в кино и на телевидении. Я знаю, что энергии вашей хватит еще надолго, поэтому радуйте нас своим присутствием и своим успехом. Спасибо большое. Я с большим удовольствием буду радоваться и вспоминать вас не просто хорошим словом, а ждать вас в гости. Помните, здесь всегда двери открыты, здесь всегда вас ждут в любое время года. Спасибо. И вам спасибо большое. Да, сынок? Да. Ну что, понравился мой идеальный ремонт? Это только начало. Впереди строительство дома. Как заработать денег, вы узнаете сегодня на программе у Димы Деброва. На кону полтора миллиона. Мужикат нет? Да. Соответственно, ну как тут все это контролировать, в общем-то, поэтому я мужиков взяла у нас Ногинские. Ну, самых-таки хороших. Ногинские мужики. Да, да, да. Это гостевой домик Ларисы Гудеевой. Ты че? Мужикат. Мы сейчас... Лариса, извините. Мы еще... Да, вот, да, да, да. Какая-то калина, не калина, че-то какая-то, че-то растет вообще-то. Ура. Мам, это лес. Нет. Нужно, чтобы, ну, женщина была бабой. Узкой, нормальной. Ушел домой. Борщ. Татарский. Вот, обязательно. А че, он говорит, нормальный, че? Посмотри, в интернете есть он там это. Можно это есть или нет? Можешь, они в интернете так рисуют, я это не понимаю. Они, не они. Терри, ну ты хоть на грибы, может, тебя надо натаскать, чтобы ты грибы искал. Терри, пошли, пошли. Раньше кошек надо. У Васька у меня дома остался. Терри, ты первый, чтобы у нас вся хорошая история была. Давай, ты вперед, Терри, давай. Куда пошел? А ему хорошо на улице. Куда пошел? Ему на улице хорошо. Как хочешь. Вот, если ты дернешь, то римская штора очень красиво сделана. Очень хорошо вообще отшел. Нет, 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 нет. А, вот это? Нет, сбоку. Роза. Я так расстрелялась, что я даже не обувижу. Ну что же, один проект закончен, пора приниматься за другой. А вы пока зайдите на сайт arimont.tv, потому что программа «Идеальный ремонт» объявляет традиционный предновогодний конкурс. Как Георгию Мартиросяну удается сохранять безупречную форму? Я знаю, что портиться нельзя. Почему он только недавно стал хозяином собственной квартиры? Как вы делаете ли вам? Вы знаете, что у него нет квартиры. Идеальный ремонт для идеального мужчины. Ты замечательный. Ты очень красивый, статный. Смотрите через неделю. Продолжение следует...